Не стану говорить вот этой вот банальщины о том, что вчерашняя трагедия, это безусловно трагедия, это кошмар. Равно как предлагаю, пока не спешить с какими-то версиями, давайте дождёмся официальных заявлений, официальных каких-то итогов расследования, более-менее внятных, потому что то, что озвучивается сейчас, в данный момент, это в большей степени эмоции. Вот предлагаю пока подождать и не бежать впереди паровоза, а сказать вообще хотел не об этом. Есть вопросы на фоне всего, ну всей той информации, которая есть вот на текущую секунду, на текущий момент, есть вопросы к организации самого концерта, потому что если вы помните, многие из вас, да, читали, там почему-то не было сотрудников правоохранительных органов изначально. Да, позже они туда приехали, изначально их там не было, была только охрана, которая, как оказалось, была не готова к такому развитию событий, да у них и оружия-то не было, кроме резиновых дубинок. Вот это вот вызывает некоторые вопросы, поясню почему. Дело в том, что буквально там 20 дней назад, 2 марта, я сам вместе с женой, мы ходили на похожий концерт здесь, в Екатеринбурге, который проходил во дворце игровых видов спорта, причем вмещает дворец игровых видов спорта даже немного меньше людей, чем Крокус Сити Холл, там до 5000 человек, и тем не менее, я отчетливо помню, что сотрудников полиции на этом мероприятии было достаточное количество. Во-первых, полицейские дежурили возле станции метро, которая расположена здесь же, буквально в 50 метрах от дворца игровых видов спорта, у входа дежурили сотрудники полиции, причем были автозаки на всякий случай, были с каретой скорой помощи, тоже на всякий случай, внутри здания, значит, на входе, возле рамок было энное количество сотрудников полиции, также полицейские патрулировали само здание, сам дворец внутри все его помещения, причем они не просто были в форме с оружием, были полицейские в том числе с собаками, я так понимаю, натасканными там на взрывчатые вещества, на что-то еще, и в общем это ни у кого не вызывало никакого отторжения, непонимания, все понимали, что публичное мероприятие, массовое, много людей, в общем предпринимаются меры безопасности, на входе серьезно проверяли всех, кто приходил, заставляли выбрасывать подозрительные предметы, даже там бутылки с водой, ну с какой-то жидкостью, это тоже не вызывало, в общем, возмущение, ну возмущались некоторые, кто в эти бутылки горячительные напитки наливал, вот, но все остальные, в общем, отнеслись нормально с пониманием, и вот это, повторюсь, было в Екатеринбурге 2 марта во время массового мероприятия, массового концерта, а тут концертов в Москве, и ни одного полицейского, только охранники с дубинками, удивительная организация, как-то так.